все русские умеют играть в шахматы давайте возьмем наш первый слайд вы знаете когда-то их изобрели давно в индии и изобретатель пришел к королю индии сказал хочу мне заплатили за это изобретение мускай хорошо цена значит первую поставите первую фигуру сюда вторую сюда и так далее и хорошо сказал король я закуплю и тогда вот что произошло в результате вот как мы используем ресурсы и материал я нанес это здесь различного вида металлы на логарифмической шкале мы их будем использовать следующим образом будем использовать больше металлов чем вес самой планеты так же как с шахматами так не получится это я вам точно могу сказать давайте возьмем простой эксперимент вот возьмем небольшой небольшой расчет значит время сгорания сколько на сегодняшний день используем сколько как нам и насколько она как нам известно имеется в наличии вот оценка 30 с используем 38 разли оценка по 38 различным металлам вот красным цветом показаны те металлы которые очень скоро закончатся где-то лет через 10-20 и только те которые в зеленым представлены еще какое-то время будут иметься в наличии вот при этом 90 95 процентов вот тот уровень повторного использования металлов которые нам необходим это касается всех металлов вот при на пике производства это в самом ближайшем будущем ну то есть вряд ли это в течение жизни моих детей даже в течение моей собственной жизни вот различные важные металлы речь идет о энергии на на ки говорила о том сколько энергии нам нужно и сколько у нас есть как будто кока-кола который покупаете в киоске там ограниченное количество и когда вы рано или поздно она вас закончится если бутылка пуста то она пуста то же самое происходит и с углем с нефтью с глобальной энергией во всем мире вот посмотрите а возобновляемые источники голубым представлены давайте проведем простой эксперимент давайте посмотрим на то какого ценность того что исчезнет если просто взять и убрать все сгораемые виды топлива у нас есть огромная возможность для создания стоимости 30 80 процентов это огромный вызов ограниченность ресурсов огромные инженерные проблемы но когда мы производили металлы ну на они же есть наличие нам не обязательно их терять подумайте о золоте 160 тысяч тонн золота уже были откопаны еще примерно столько же есть наличие 7 процентов мы потеряли за 5000 лет то есть если мы действительно не хотим терять металла мы можем способны их сохранить что здесь важно понимать откуда берется богатство 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 производится человеческой системой за счет первичного производства металлы энергоносители продукты питания затем вторичное производство деньги знания и третичное производство а именно управление обществом но без первичного производства на самом деле и обществом то управлять обществе Существует два вида угледобычи в 21 веке. Первое – это угледобыча в земле, и второе – это вторичное извлечение металлов, которые имеются в сообществе. Возьмем, к примеру, мобильные телефоны. В них больше золота и металлов, чем во многих других местах. При этом повторное использование – это чистый бизнес, и, кроме того, он выгодный. На самом деле, я считаю, что в ближайший век это будет крупнейшей возможностью для бизнеса. Серебро, медь, никель – 80 лет у нас есть до тех пор, пока мы не начнем повторное использование, рециклирование. На сегодняшний день мир имеет линейную форму, поэтому если у нас 100 миллионов единиц в системе, то обычно мы 100 миллионов в систему вводим, потом где-то выбрасываем, или хороним в полигонах, или сбрасываем в океан. Но мир у нас должен перестать быть линейным, нужно стать кругообразным. Нам терять нужно не больше 10, и при этом повторно использовать 90 единиц из 100. При этом это не затраты, это возможности. Проблема в том, как и когда мы это будем делать. Следует понимать, что в значительной мере экономический рост связан с ресурсами. В какой-то момент можно отделить, можно отделить себя от еды, до какой-то степени человек может не есть, но всё равно еда всё-таки нужна. Возможно, повторное использование, то есть одну и ту же пищу можно съедать несколько раз подряд. Кроме того, сгораемые виды топлива рано или поздно закончатся, эту проблему необходимо решить. С помощью займов эту проблему не решить. Некоторые страны пытались так сделать, теперь они пытаются понять, почему так не получается. Рано или поздно наступает день расплаты. Поэтому в заключении я считаю, что на карту поставлено всё. Если у нас закончатся металлы, материалы, фосфор, у нас закончится, у него 80 лет, меньше времени, чем на нефть. При этом фосфор нельзя ничем заменить, энергия всех видов так же заканчивается, так же, как есть и ограничения у сельского хозяйства. Вот огромные вызовы. Так, а как насчёт экономики? Всё вот это произойдёт в ближайшие 15-35 лет. У России много сильных сторон, огромный ресурсный потенциал, огромное количество природных ресурсов, ещё даже огромное количество сгораемых видов топлива. То есть огромные возможности для сельскохозяйственного производства, относительно небольшое население для территории, но при этом людей не слишком много и не слишком мало. Хорошие людские ресурсы, хороший уровень образования. Но есть трудности. Необходимо брать на себя инициативу, необходимо принимать решения, необходим план для устойчивого использования ресурсов. Я думаю, что в России повторное использование, рециклирование станет важным источником. Это возможно. Я думаю, что здесь, в России, мы способны на это. У нас есть для этого все необходимые люди, необходимо изменения проделывать прямо сейчас, безотлагательно. Огромные изменения требуют времени, поэтому начинать следует немедленно. Задача перед российским правительством. Высокие стандарты инвестиций. Хотите ли вы инвестировать в Россию? Здесь много проблем, которые нужно решить. Это и укрепление устойчивости, это и коррупция, это и окружающая среда, потому что, если я здесь буду вкладываться, я хочу, чтобы чувствовать себя здесь безопасно. Необходимо соответствующее законодательство. И, конечно, необходима серьезная программа, которая будет способствовать повторному рециклированию. Спасибо за внимание.